Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодняшнее видео это продолжение двух предыдущих видео, жизненных советов, которые мы сейчас с вами пообсуждаем, поразбираем и может быть даже где-то и улыбнемся. Когда-то давно, ну еще в моем детстве и юности, это можно было найти только в таких толстых книжках, советы всевозможные домашние, как что жарить, парить и так далее. А сейчас это все на видео и при том советы, собранные со всего мира. Как часто я, покупая обувь, обнаруживаю, что очень длинные шнурки и я просто не знаю, куда их деть. Вот два варианта, как оригинально завязать шнурки. Ну и, конечно, как вы уже знаете, на голодный желудок мы с вами не смотрим. Сначала подкрепляемся, поэтому в первых рядах у меня идеи кулинарные. Я очень люблю буженину домашнего приготовления, это очень вкусно, особенно если там много чесночка, но я обычно делаю в фольге. Но увидела тут еще вот такой совет приготовления в баночках. Я его не пробовала, может быть, кто-нибудь из вас пробовал, напишите. Тоже мне кажется очень аппетитно, я думаю, что тоже очень вкусно. Следующий кулинарный фокус я, честно говоря, даже не поняла. Это из чего должно быть тесто, чтобы оно просто у нас на глазах при помощи разогретого растительного масла превратилось вот в такой огромный колобок. Во сколько же раз оно увеличилось. Здесь просто две сказки соединились в единое целое. Сказка о курочке Ряби, которая несла золотые яйца, и сказки о колобке, который у бабушки с дедушкой получился благодаря тому, что по сусекам поскребли. Но для меня это сказка. Следующие несколько идей очень понравятся тем, кто любит что-то лепить из теста, выпекать. И вот здесь идейки, как легко и просто можно приготовить те или иные изделия. Вы только посмотрите, как у вас на глазах обычная колбаска из теста превращается в трех очаровательных рыбок. Это же можно делать вместе со своими внуками, которым будет очень интересно. А уж потом такую-то красоту съест любой. Скоро Пасха, поэтому это можно применить также и на Пасху и украсить стол. Ну а для тех, кто не любит возиться с тестом, можно купить готовое любое тесто. Это может быть слоеное, это может быть дрожжевое, это может быть слоено-дрожжевое, какой хотите. И приготовить вот таким вот образом за пять секунд легко и просто с яблочком. Сверху можно посыпать корицей. Следующая идея украшения праздничного стола, будь то детский день рождения, или это Пасха, или это любое другое мероприятие, вот таким вот зайцем. Это можно делать вместе с детьми, им будет интересно только яйцо, морковка и лук зеленый. Посмотрите, какая красота. А вот на следующий процесс приготовления лапши, макарон или пасты, или как там еще можно назвать по-любому, я смотрела как завороженная. Я так никогда не научусь, не смогу, но любоваться этим процессом можно очень долго. Я бы назвала это кулинарное искусство высшего пилотажа. Согласны со мной? И раз уж мы с вами заговорили об украшении стола, вы наверное видели уже в двух предыдущих видео были украшения салатов, очень интересные, очень красивые из огурчиков. Сегодня же вы увидите и возможно научитесь, как можно из обычного помидора быстренько сделать бабочку. А если вы еще не успели посмотреть два предыдущих видео с идеями, очень интересными, проходите, пожалуйста, плейлист идеи и смотрите. А это пример того, какую красивую лилию из фиолетовой луковицы можно приготовить и украсить ей, например, селедочку. Я очень люблю селедочку с горячей картошечкой, посыпанной укропчиком, да еще с лучком. В продолжение темы лучка посмотрите следующую идею, которую я бы назвала «Мы не ищем легких путей». Вместо того, чтобы взять обычную доску и порезать зеленый лук, нет, мы берем доску, делаем вот такое вот отверстие, потом запихиваем туда с трудом зеленый лук, для того, чтобы он у нас, наверное, падал, как водопад. Не менее абсурдными мне показались и несколько последующих идей, например, как это с ананасом, где для того, чтобы порезать кружочками ананас, нам предлагают взять использованную консервную банку с обрезанными по краям при помощи ножа-открывашки с двух сторон крыжек, запихнуть ее с трудом в ананас, постараться, конечно, не обрезать свои пальцы об эти края острые, и затем, если это все удачно закончилось, порезать кругляшками ананас. Как быстро очистить помидор от кожуры, мы все давным-давно знаем. Некоторые используют микроволновку, некоторые просто отваривают пару минут в горячей воде, потом кладут в холодную, и это быстренько все очищается. А вот что касательно киви, как уполовинить его быстро для того, чтобы очистить ложечкой красиво, вы сейчас видите. Я же сама заэкономиваю и призываю всех остальных быть более экономным. Не знаю, пригодится ли кому-нибудь следующий совет, мне-то точно он не пригодится. Это как очистить кукурузу при помощи формы для выпечки торта. Лично я ее употребляю только в таком виде. Отварила, посолила и прямо с початка погрызла. Следующая идея, как при помощи штопора для открывания бутылок удалять сердцевину яблока. Может быть, когда-нибудь попробую. Но мне сердцевина яблока никогда не мешала, и я не задумывалась о том, чтобы ее удалить. Но, возможно, если из яблока делать шарлотку, там понадобится 6-7 яблок, можно попробовать удалить сердцевину таким способом. Не знаю. А вот примерно такими же перышками я когда-то декорировала свою комнату. И при этом не обязательно атласные ленты использовать. Я использовала яркого цвета, совершенно другую ткань. Получилось здорово. Попробуйте, я уверена, вам понравится. Возьмите любого цвета ткань подходящую, которая будет приятна вашему глазу и будет сочетаться с вашей обстановкой в доме. Сейчас мы уже больше чем 2 года перестаем как-то ходить в гости друг к другу в связи с тем, что происходит вокруг. Но я верю, что обязательно закончатся все вирусы и все, что так мешает нам в нашей жизни, закончится. И мы будем опять ходить друг к другу в гости, праздновать дни рождения и другие праздники. И вот тут-то нам пригодится, как декорировать стол при помощи салфеток. Сейчас на юге Германии настоящая весна. Все цветет. И магнолий, и вишня, и сакура. Очень красиво. Если вы проживаете в тех регионах, где нет весны, а вам хочется цветов, то их можно сделать при помощи свечек самим. А вот это уже шикарнейшая композиция на Пасху, собранная из живых цветов, из живых веточек, и очень-очень красивая. А если вы сделаете своими руками такой шикарный букет и подарите его кому-нибудь на день рождения или на праздник, то этот эксклюзивный подарок не оставит никого равнодушным. Пластиковые бутылки всегда пользовались огромной популярностью, особенно на даче. Их мы часто используем для каких-то поделок, переделок. В данном случае очень интересная идея подвесных кашпо с цветами. Следующую идею нам предлагают не выбрасывать горлышки от тех бутылок, которые мы использовали для кашпо. Они нам пригодятся. Мы его отпилим от бутылки, затем распилим это горлышко в любом месте, где нам понравится, загнем в нужном месте и прикрутим. Это нам позволит прикрепить какую-нибудь трубу или шланг к нужной стенке. Ну а теперь давайте займемся делами нашими огородами. Нас уверяют, что мы независимо от региона можем выращивать бананы. Просто взяв банан, таким образом посадить его, используя туалетную бумагу, водичку и землю. Ну и само собой семена, которые мы вытащим из спелого банана. И все, ребят, бананами мы с вами обеспечены. Будем лежать все под банановыми деревьями и ничего не делать. Ну а теперь пару советов из старой забытой книжки. Добрые советы. Как избавиться от пятен зеленки. Для тех, кто не знает, при помощи аммиака это делается легко и просто. А также как избавиться от пятен йода. Говорят, что с йодом прекрасно справляется аскорбиновая кислота. Ну естественно в жидком виде. Следующая идейка мне очень понравилась. Особенно для дачи. Если вы поливаете из шланга, то всегда можно его вот таким вот образом, при помощи кусочка гофрированного шланга, прикрепить куда-то, где он у вас хранится. У многих из нас есть любимые домашние питомцы. Собачки или кошечки. Вот переделу свой старый какой-то свитер или свой, или своего мужа, или вообще ничей кто-то выбросил. Можно сделать им подарок в виде вот такой теплой, уютной подушечки кроватки. Ну и конечно же мы очень любим своих питомцев и всегда хотим с ними сфотографироваться. Но это бывает иногда очень сложно сделать. И что нам в этом случае предлагают? А предлагают нам отрезать очень важную деталь у наших наушников или зарядного устройства. Главное, чтобы разъем подходил к вашему телефону. Разрезать очень любимый мячик нашей собачки, приклеить туда провод от наушников и вставить к себе в телефон. И тогда собачка не будет спускать глаз. И фото вам обеспечено. Ну а здесь нам наглядно демонстрируют, что если у нас нет платья, то его легко, оказывается, можно сделать из бабушкиных пижамных брюк. Размера на 2-3 больше, чем вы носите. И бегом вперед на дискотеку. Там вы будете просто пользоваться бешеным успехом. Оставив, правда, бабушку, при этом абсолютно без штанов, ну это не важно. Если у той девушки не было платья, а были бабушкины пижамные брюки, то у этой девушки нет брюк. И для того, чтобы ехать на велосипеде, ей было удобно, именно в коротком сарафанчике, она предлагает при помощи монетки и резиночки из юбки сделать шорты. И вот юбка превращается в элегантные шорты. Следующая хитрость может вам помочь. Как часто бывает так, что нас обворовывают. И на пляже не исключение. Когда мы оставляем свои документы, ключи, деньги, нам советуют носить с собой пампертецкий, в него все складывать, а сверху запихнуть шоколадку, которая обязательно на солнце растает и будет иметь неприглядный очень вид. Очень мне понравился пример того, как из очень короткой стрижки можно сплести вокруг головы косичку. Ну, пол головы, но не важно. Это очень-очень красиво. Вот всю жизнь завидую густым волосам, а сейчас особенно. А следующий совет, возможно, понравится всем тем девчонкам, которые сами себе делают маникюр. Они захотят попробовать именно этот способ. Использовать мыльную пену на только что покрашенный лак, не высохший еще. Ну и будем говорить так уже по традиции. В самом конце вам несколько идей, советов, как использовать сплотки в своих образах. Я надеюсь, что вам эти идеи понравились. Возможно, они даже вам пригодятся когда-нибудь. Но в любом случае, я уверена, что вы переключились от своих забот, хлопот и, самое главное, мыслей. И просто отдохнули. Как всегда, буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Иначе, как я буду с вами общаться? Только в комментариях. Я могу узнать, понравилось вам или нет. А если понравилось, то не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх и поделиться в соцсетях. Пусть еще кто-нибудь посмотрит. Будем надеяться, что в ближайшее время YouTube не отключат. Да и вообще бы его не отключали. Было бы здорово. Если вы попали на мой канал впервые, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Они обязательно будут. И не забывайте, пожалуйста, что есть плейлисты, где вы можете найти любую тему, которая вам интересна. Проходите и смотрите много других видео. Также в каждом моем комментарии есть ссылочка на мой второй канал, где я читаю рассказы. Если вам это интересно, тоже проходите, подписывайтесь. Буду очень рада. Также я пытаюсь сейчас в каждом своем видео говорить о бездомных кошечках, которые проживают в Санкт-Петербурге, которыми занимается моя знакомая. И если вы неравнодушны к животным, то помогайте, пожалуйста. Ссылочки также в комментарии. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких. Чистого нам всем неба над головой как можно быстрее. И пусть у вас будет все-все-все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok